Спортивно-сексуальный конфликт на грибном канале. Пляж нудистов был создан уже давно, но он был там, где их практически никто не видит. С каждым годом нудистов все больше, и ведут они себя все более раскованно, выходят на все более людные места. Спортсмены и тренеры жалуются, что заниматься греблей стало практически невозможно, нельзя сосредоточиться. Самым юным гребцам лет по 10, и плыть им приходится между голых поп и всего прочего. Смотрим. Приходится дальше от берега идти, вообще посередине, а там сталкиваются лодки. Крайне неприятно, ни нам в катере рядом с ними, ни родителями объясняться, что там. Голые телепузики ходят и своими причиндалами трясут перед ними. Как-то даже неудобно. Идешь на лодке, а там вот так вот просто. Ну да, мешает сконцентрироваться. Смотришь, смотришь на них и думаешь, что за люди. Не стесняются ли они всех. Вот нам вот, надо бы сказать, мешают очень. А как на них не смотреть, если дети идут ближе к берегу, потому что они еще новички и чайники. Поэтому они идут, конечно, ближе к берегу. Те сразу к берегу подходят к кромочке воды и начинают свои тут эти хождения туда-сюда. Их надо как бы прогонять. Может, хотели делать отдельные территории, где-нибудь подальше от города. А вот ответ обнаженного меньшинства. Ну, это уже, наверное, их проблемы. Почему в бане ходишь, это раздетый, почему и загорать нельзя раздетым. Как-то все то же самое. Ну, им бывает кричит, тренер. Отвернитесь, отвернитесь, изморитесь сюда. Они разглядят, голые женщины. Здесь вот обычно загорает, просто голые. А подальше там или залетные, там или геи собираются. Это отдельно общество. Там лесбиянки, геи, это у них свое. А вы знаете то, что здесь дети тренируются? Знаем. Без комментариев, пожалуйста. Ну, дети смущаются при виде вас. Полицейские заявляют, что готовы помочь грибцам и даже проверку намерены провести. Сотрудники полиции проведут проверку, в ходе которой установят, каким именно образом нарушается общественный порядок. В случае, если общественный порядок действительно будет нарушен, и действия граждан, которые загорают в районе Грибного канала, будут считаться оскорбительными, то в заключении о проверке будет принято решение о привлечении их к ответственности. Но на самом деле проверка эта вряд ли что-то даст. Ведь привлекать нудистов-то не за что. Нет закона, который бы запрещал загорать голым. Да, конечно, каждый человек свободен делать то, что он хочет. Но все-таки зачем 10-летним мальчикам и девочкам видеть голых дядь и теть? Выходом, конечно, стал бы пляж в более уединенном месте. Но кто это место найдет и заставит нудистов туда перебраться, неясно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!